МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это ноябрь с 24. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах этого дня. Опасная находка. Просроченные вакцины от гриппа выбросили прямо на улицу. Кому принадлежат медицинские препараты? Капля крови как первый шаг к спасению жизни. Русфонд пополняет базу доноров костного мозга. Кто и где может сдать генетический анализ? И когда главная мечта попасть в семью в детском доме Ноябрьска, своих родителей ждут родные, брат и сестра. С Васей и Катей познакомилась наша съемочная группа. Сдать кровь и спасти чью-то жизнь в Ноябрьске стартовала донорская акция в поддержку людей больных лейкемии. Акция проходит при поддержке Русфонда. Ее цель пополнить национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. С 26 февраля по 5 марта все, кто готов стать донором, могут обратиться в медицинский центр «Инвитро». И совершенно бесплатно сдать несколько миллилитров крови на генетический анализ. Требований к потенциальным донорам немного. Гражданство РФ, возраст от 18 до 45 лет и отсутствие серьезных хронических заболеваний. Одними из первых участниками акции в понедельник стали сотрудники телеканала «Ноябрьск-24». Это тот редкий, наверное, случай, когда можно помочь реальным делом. Не какими-то репостами, не поддержкой, словами. Просто прийти и что-то сделать. И поэтому для меня выбор очевиден. Если я действительно подойду, если у меня будет такая возможность, почему нет, я готова. В доноре костного мозга сейчас очень нуждается одна из жительниц города. Евгения Побойная лейкоз у мамы двоих детей обнаружили в конце сентября, на второй день после рождения младшего сына. Сейчас Женя в Москве проходит курсы химиотерапии. Но избавить ее от болезни может только пересадка костного мозга. А подобрать подходящего донора очень непросто. По статистике, схожий генетический набор имеет лишь один человек из 10 тысяч. За первый день донорской акции в ней приняли участие более 10 жителей Ноябрьска. Оксана Кострюкова, например, специально для этого приехала из Вангапуровского. И очень надеется, что ее генотип подойдет кому-то из тех, кто нуждается в пересадке. Эта история меня очень впечатлила. Я решила приехать сюда, в Ноябрьск, и сдать эту кровь. Может быть, я буду полезна для кого-то. Может быть, я не Евгением буду, донором, а может быть, кому-то другому. В Ноябрьске прямо на улице обнаружили целую коробку вакцины против гриппа. Препарат под названием «Грипповак» кто-то выбросил на улице ясно. Информация об этом появилась в социальных сетях. Судя по фотографиям, выброшенные вакцины против гриппа просрочены. Срок годности у лекарств закончился еще в 2006 году. Эти медицинские отходы не считаются опасными, однако утилизировать их нужно должным образом. Кто таким образом решил избавиться от просрочки, неизвестно. В городской больнице вакцины этого производителя не пользуются. Тем не менее, по данному факту, в ЦГБ провели их внутреннюю проверку. Мы провели тщательный анализ и ревизию всего того, что мы покупали для нужд больницы с 2003 года. Ни в одном году с 2003 года данную вакцину больница не приобретала. Мы приобретали другие вакцины против гриппа. Их 8 разных вакцин. Такой вакцины у нас не было и нет. Приобреталась ли она в городе, приобреталась ли она организациями или частными лицами, я думаю, это установит следствие. Городской департамент образования окажет помощь детям, пострадавшим при пожаре в двухэтажке на изыскателе 19. Принято решение, что дошкольники до конца учебного года будут посещать детский сад без оплаты. Школьники, в свою очередь, получают бесплатное питание. Их также обеспечили необходимой канцелярией, учебниками, рюкзаками. Им выдано спортивная и школьная формы. Кроме того, пострадавшие при пожаре дети и подростки в своих учебных заведениях получают психологическую поддержку от специалистов. Для того, чтобы понять вообще, чем можно помочь, было проведено мероприятие, совещание с руководителями образовательных учреждений. На сегодняшний день мы речь ведем о 17 ребятишках, 7 из которых посещают дошкольные учреждения и 10 детей школы. Такие как 6-я, 9-я гимназии. Экономия и экологичность. Ноябрьск теплонефти идет внедрение системы энергоэффективного сжигания топлива. Делается это с помощью установки специальных приборов, автоматических газоанализаторов. В чем суть проекта знает Оксана Зайчкова. Этот небольшой прибор называется погружной зон датчика кислорода. Он является частью газоанализатора, измерительного прибора, позволяющего в режиме реального времени определять качество и количество кислорода в воздухе. Все данные выводятся на специальный контроллер и компьютеры операторов. В результате процесс горения становится оптимальным. Данная система позволяет приблизиться нам к оптимальному режиму горения. То есть таким образом, чтобы с одной стороны уйти от недожога топлива, с другой стороны уйти от избытка топлива. Таким образом, от избытка воздуха. Таким образом, мы сокращаем количество топлива примерно на 5-8%, снижаем выбросы ориентировочно процентов на 30%. Внедрение системы энергоэффективного использования топлива на котельной промзоны города Ноябрьска началось в августе 2017 года. Идея принадлежит одному из молодых специалистов предприятия. Оборудование закупили у отечественной компании. Установку и наладку нового оборудования произвели собственными силами. Обслуживание приборов также делал рук специалистов цеха КПА. Трудностей особых не возникло. Мы установили дачу в газоходе и установили измерительные блоки рядом с котлом. Это все очень удобно. Контролируем здесь, не отходя от котла. Раньше у нас сжигалось большее количество газа. С установкой газоэффективных и КТС у нас меньшее потребление газа. И это экономия газа, экономия электроэнергии. Энергоэффективность и экологичность – главные приоритеты компании «Газпромнефть». Этим принципом следуют и в ноябре с теплонефти. Учитывая, что 2017 год был годом экологии, то есть несколько мероприятий были серьезно воплощены в жизнь. Одно из мероприятий было введение данных датчиков в работу. Тем самым мы улучшаем экологию и тем самым мы также экономим топливо, на котором работают котла-агрегаты. Ожидается, что система полностью окупит себя через 2-3 года. Пока ее используют только на самое большое котельное предприятие. Но не исключено, что при хороших показателях в ближайшем будущем установка появится и на других производственных объектах. Оксана Зайчукова, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. В Ноябрьске в этом году по плану может начаться строительство новых многоквартирных домов. И где будут вестись работы, должны определить в том числе и жители города. 27 февраля в 17.30 здания Департамента имущественных отношений по адресу Ленина, 29, кабинет 210, пройдут публичные слушания. На повестке дня вопрос о разрешении строительства многоэтажного жилого здания на проспекте Мира в районе дома 92. Свои мнения и предложения жители могут высказывать по телефону 3101-111. Подготовка к выборам президента вступила в активную фазу. Как проследить за тем, чтобы избирательное право каждого человека было соблюдено, рассказал известный правозащитник и сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав гражданский контроль Александр Брод. Он лично проверил готовность одного из избирательных участков в Ноябрьске, а позже во Дворце молодежи провел двухчасовой семинар для независимых наблюдателей. Желающих проследить за чистотой и прозрачностью, на выборах собрался полный зал. В основном это общественники из некоммерческих организаций. Александр Брод отметил, что выборы на Ямале никогда не вызывают нареканий у Центральной избирательной комиссии. А вот во время его визита в другие регионы было отмечено несколько нарушений. В большинстве случаев они касались незаконной агитации. Мы долго, много лет об этом говорили, что нужны наблюдатели от институтов гражданского общества, не только от партий и кандидатов. Вы независимы, вы представляете общество, вы хотите, чтобы было хорошо в вашем городе, в вашем регионе, в целом по стране. Количество детских домов в России за пять лет сократилось на 20%. Сейчас, по официальным данным, в нашей стране своих новых родителей ждут 55 тысяч детей. В ноябрьске в детском доме семья сегодня находится 24 ребенка, и некоторым из них особенно сложно найти семью. Так уже два года родные брат и сестра Васи и Катя мечтают о маме и папе. У нее есть гидравлика, она снижается, повышается. У нее много механизмов, она может стрелять, потом летать сама по себе может вот эта вот штука. О машинках 12-летний Вася может рассказывать бесконечно. Эту собрал сам из Лего всего за полчаса, еще немного усовершенствовал модель. Это вообще его конек из разных конструкторов, смастерит что угодно. И очень любит все чинить. Вася вспоминает, с чего началось его увлечение. Мне друг помог построить БТР-ку, вот. И у меня воспитательница была, она сказала, ну вот, разбери теперь и построи что-нибудь самому на фантазию. Вот она сказала, самому по себе можно и перестраивать то, что ты построил. Вот, и самому по себе фантазию развивать надо. Я думаю, в будущем мне стать либо автомехаником, либо сварщиком. Разговаривая с Василием, удивляешься, сколько всего он умеет и как ему хватает времени на все занятия. Коньки, шашки, нарды, бассейн. Вася хорошо плавает. Общительный мальчик остается один только с книгами. Он самый читающий ребенок в этом детском доме. Особенно любит истории про приключения импиратов. Воспитатели говорят, Вася очень добрый, отзывчивый мальчик с чувством юмора. И на него всегда можно положиться. Васька, конечно, такой очень озорной. Он одной рукой может мастерить что-то из бумаги, второй рукой может собирать лего, а в это время ногой еще, наверное, нажимать на кнопки телефона и делать все сразу. Он может увлечься чем-то, вот взять свою какую-то там поделку, работу. Меня не тревожьте. Он сядет в комнате у себя и спокойненько, спокойненько все делает, доводит начатое дело до конца. И Вася никогда не жалуется, несмотря на свою непростую жизненную историю. У него были родители, но судьба сложилась так, что он вместе с сестрой Катей и братьями два года назад очутился в детском доме. Пришлось рано возмужать, даже свою старшую сестру он старается оберегать как взрослый. С Катей они очень дружны, вместе любят играть настольный теннис, поэтому виду спорта девочка чемпионка города и округа в своей категории. Катюша, как и брат, очень любит что-нибудь мастерить. Я больше всего на зрителе люблю шить. Юбки, блузки, фартуки, халайты, штаны ночные, ночнушки. Это же сложно достаточно. Да, это очень сложно. У нее очень хорошо развита мелкая моторика. Мелкую такую работу она с бисером, с фетром работает. Потом у нее много есть интересных работ с лентой. Хорошая девочка, добрая, отзывчивая. Она такая, что помощница, если что, будет такая помощница в доме. Она у нас любит и маленьких детей, всегда так вот и нянчит, играется. Катя признается, хочет в будущем стать ветеринаром или парикмахером, но самое заветное желание у девочки все-таки другое. У тебя есть мечта какая? Мечта, что будет идти в детском доме забрать вас с собой. И помочь воплотить эту мечту в жизнь можно. Ведь как бы ни старались воспитатели детского дома создать семейную атмосферу, все-таки каждый воспитанник ждет своих маму и папу. Если вы готовы подарить тепло и заботу Васе и Кате, за подробной информацией можно обращаться в отдел опеки Департамента образования города. Телефон сейчас на экранах. Ольга Тишинина, Сергей Павлов, ноябрь 24. Новый дом нашелся для беспризорной собаки Рыжули. Она была героиней одного из социальных роликов, который наш телеканал показывал в период новогодних праздников. Новая семья для животного нашлась спустя два месяца после их демонстрации. В течение этого времени на Рыжулю приходили посмотреть несколько человек, но так ее и не взяли. Дарья оказалась из тех, кто долго не раздумывал. От первой встречи до окончательного решения взять собаку домой прошла неделя. Девушка уже подготовила место для четвероногого, который отныне будет жить в квартире. Теперь уже владелице животного осталось придумать собаке новую кличку и обучить ее командам. Собака сама очень хорошая. Говорят, любвеобильная, ласковая. Ну, комнатная собака. Очень задела ее история, что какие-то люди выкинули ее на улицу еще беременную, с четырьмя, с четырнадцатью даже на щенками. Вот, очень тронула история. Я решила все-таки... Волонтеры фонда собаку нашли примерно в конце ноября. Она была беременна. И люди говорят, что у нее до этого была хозяйка, и по причине нежелательной беременности ее отвезли на промзону и выбросили. Вот, мы ее подобрали, так как она была истощенная, ее там никто не кормил, привезли, стерилизовали. Эфир телеканала «Ноябрь 24» продолжит прогноз погоды. Не переключайтесь.